Попробовать самим детсадовское меню предложили родителям власти Твери. Специальная дегустация блюд была организована в одном из городских дошкольных учреждений. Обязательным пунктом программы стал диалог, в ходе которого мамы высказали чиновникам и депутатам свои пожелания. Одна из групп детского сада номер 62 превратилась в этот день в самый настоящий дегустационный зал. Меню мог бы позавидовать иной ресторан. Селедка с луком, говяжьи котлеты, винегрет, картофельная запеканка, разнообразные супы и каши. Но именно этим подчуют юных тверичан в дошкольных учреждениях. Что думают об этом родители, решили выяснить муниципальные власти, для чего и пригласили их на дегустацию. Мне понравилось все. Единственное, что сырники с морковкой, как-то я не знаю, специфически, но все очень вкусно приготовлено. И здесь не к чему придраться. Своим впечатлением родители делились с представителями медуниверситета, которые с научной точки зрения объясняли оптимальность сочетания полезных веществ в том или ином блюде. Некоторые мамы, что называется для чистоты эксперимента, привели и своих детей. Они таким образом тоже приняли непосредственное участие в этой коллективной дегустации. Все, что мы здесь пробовали, я с ним консультировалась, то есть дают, не дают такое в садике, и что едят, не едят дети. Тут же каждая мама могла на доске оставить свой смайл под наиболее понравившимся блюдом. Судя по всему, больше всего родители оценили куриную лапшу, рассольник ленинградский и компот из сухофруктов. Среди аутсайдеров свекольно-морковный и кукурузно-луковый салаты, а также сметанная лепешка. Своё резюме женщины высказали в ходе состоявшегося тут же обмена мнениями. Родители, думаю, получили исчерпывающую информацию. Многие вопросы были сняты. По крайней мере, случился, что очень важно, диалог между структурами, ответственными за дошкольное питание, за дошкольные учреждения, и родителями. Это не последний диалог на эту тему. 12 декабря тверские власти организуют еще одну более масштабную встречу. В ней примут участие не только родители и представители органов образования, а также депутаты, но и сотрудники управления Роспотребнадзора. Тогда и будут подготовлены предложения по обновлению списка блюд детсадовского меню. Какие оставить, а какие заменить на что-то более удобоваримое. Редактор субтитров А.Семкин